Книжная полка Мыслинно, красиво. Хочется играть видную, самостоятельную, благоразумную роль. Хочется делать историю, чтобы те поколения не имели права сказать про каждого из нас, что было ничтожество или еще хуже того. Писал Антон Павлович Чехов. И сегодня наш выпуск посвящен именно ему. Мы расскажем о жизни писателя. Побываем в его подмосковной усадьбе. Поговорим о герое произведений Чехова. Посетим международный конкурс чтецов. Узнаем о первых постановках и экранизациях произведений писателя. За чашкой чая с литературоведом Максимом Павловцом. Ну и, конечно же, наш традиционный календарь. Итак, начнем листать. С именем Антона Павловича Чехова связано очень многое в русской литературе. Впервые жанр рассказов стал вызывать такой резонанс в обществе. Их обсуждали наравне с самыми нашумевшими романами Тургенева, Достоевского, Толстого. Рассказы Чехова затрагивали самые животрепещущие струнки российской действительности, ставили важные вопросы о жизни человека в обществе. Пьесы Чехова производили ошеломляющие действия на публику. Они ознаменовали новую веху в развитии театра. До сих пор произведение Чехова глубоко ценится во всем мире. Писательство Чехова – это великий дар, который ему удалось развить. А ведь он был далеко не знатного происхождения. Антон Павлович Чехов родился в Таганроге 17 января 1860 года по старому стилю. Его отец Павел Егорович Чехов был купцом Третьей гильдии и владел в Таганроге бокалейной лавкой. Мать Евгения Яковлевна Чехова была заботливой и любящей женой и матерью. Именно она занималась воспитанием детей, которых в семье, помимо Антона, было пятеро. Все дети Чеховых выросли исключительно одаренными и образованными людьми. Антон Павлович впоследствии говорил, что талант в нас со стороны отца, а душа со стороны матери. В Таганроге Чехов посещал гимназию. Когда будущему писателю исполнилось 16 лет, его отец в конец разорился и вынужден был бежать от кредиторов в Москву. Первые годы в Москве прошли в крайней бедности. Все дети Чеховых продолжали учиться и подрабатывали репетиторством. Антон Павлович поступил на медицинский факультет Московского университета, где слушал лекции знаменитых профессоров Склифосовского, Захарьина и других. Начиная с первого курса, Чехов много печатался в журналах «Будильник», «Зритель», «Стрекоза» и других. Он работал в разных жанрах, но в основном это были короткие юмористические рассказы, фельгетоны и даже подписи под карикатурами и рисунками. Чаще всего он подписывался псевдонимом Антоша Чеханте. После окончания университета Чехов начал практику уездного врача в Воскресенске, затем в Звенигороде. Параллельно с врачебной практикой Чехов писал рассказы. Его работы оценили не только друзья и близкие, но и старшие собратья по Перу. Дмитрий Васильевич Григорович прислал ему восторженное письмо. Высоко оценили рассказ «Степь», «Салтыковщий дрин» и «Гаршин». Знаменитый издатель Суворин предложил Чехову работу в газете «Новое время», а в 1888 году за сборник «Сумерки» писателю была присуждена Пушкинская премия Академии наук. Тогда же в Московском театре Корша была поставлена первая пьеса Чехова «Иванов». Спектакль имел успех. Чехова заметили. Драматургия и замысел пьесы оказались новыми и интересными. Сам он, тем не менее, считал, что еще не начинал свои литературные деятельности. Чехов стремился не к славе, а к творчеству. Ради новых впечатлений он отправился в путешествие на Сахалин. Там он тщательно изучал жизнь каторжников и ссыльных. После увиденного на каторжном острове Чехов значительно резче и беспощаднее стал относиться ко многим явлениям российской действительности. Например, в палате номер 6 он попытался в миниатюре изобразить общие порядки и характеры России своего времени. В 1892 году Чехов поселился в подмосковной усадьбе Мелехова. Жизнь в этой усадьбе отвечала давнему желанию Чехова. Здесь, кроме литературы, Чехов активно занимался медицинской практикой. Он принимал больных, участвовал в борьбе с эпидемией холеры. Также вел общественную жизнь. Строил школы для крестьянских детей, церкви, организовывал помощь голодающим. Несмотря на трудную дорогу, к Чеховым постоянно приезжали гости. Часто бывал художник Исаак Левитан, черпая вдохновение в мельковских пейзажах. Гостили многие писатели, артисты, музыканты и ученые. Чехов и сам часто ездил в Москву и Петербург. В 1895 году он посетил Ясную Поляну для знакомства со Львом Толстым. По воспоминаниям, Лев Толстой всегда уважал творчество Чехова, краткость и выразительность его повествовательной манеры. Толстой сопоставлял роль Чехова в развитии русской прозы со вкладом Пушкина. Мелеховский период считается самым плодотворным этапом в литературной деятельности Чехова. В 1897 году у Чехова обострился туберкулез, и он вынужден был переехать в Ялту. Но чувствовал он себя на юге, по его собственному признанию, как в изгнании, оторванном от нараставших в стране событий. Он вспоминал, В Ялте Чехов активно занялся общественной деятельностью, помогал нуждающимся и больным. В это время, на рубеже веков, Чехов стал признанным мастером. Его произведения бурно обсуждались в обществе. В 1900 году в Крым на гастроли приехал Московский художественный театр. Ставили пьесы Чехова. На репетициях и после спектаклей актеры общались с автором. Тогда же Чехов познакомился с ведущей актрисой МХТ Ольгой Леонардовной Книппер. Через год они повенчались. Но молодожены в основном жили порознь. Ольга Леонардовна была занята в театре, Чехов находился в Ялте под присмотром врачей. Их переписка осталась свидетельством их нежной любви. Болезнь Чехова усиливалась. Последние дни писатель провел вместе с женой на немецком курорте в Боденвайлере, где скончался 15 июля по старому стилю в 1904 году в возрасте 44 лет. На протяжении своей жизни Антон Павлович Чехов жил в разных местах. Но усадьба Мелехова в Серпуховском уезде особенно выделяется среди мест, где он творил. Эта усадьба стала долгожданным домом для Чехова. Ему хотелось жить на природе, чтобы черпать из нее вдохновение для творчества. И в то же время быть близким к народу, чтобы приносить пользу людям, как врач и общественный деятель. Сейчас в этой усадьбе музей, экспозиция которого воссоздает быт и атмосферу жизни семьи Чехова в конце 19 века. Еще будучи студентом Московского университета, Антон Павлович Чехов хотел переехать в провинциальную усадьбу. В 1892 году его мечта сбылась. В письме Антону Павловичу можно прочитать, как он выбирал место для дома. При покупке имения нужно только, чтобы оно было по карману и хотя бы издали подходило под привычные жизненные условия, чтобы был кабинет, парк, солнце. Живописная Мелехова отвечала требованиям писателя, а сами владения он немного перестроил под себя. Самая большая комната нового дома отводилась под рабочий кабинет Антона Павловича. Просторная и светлая, с видом на сад, и в ней начинался рабочий день Чехова. В 6 часов утра собираются больные на скамеечке под окнами, и кабинет писателя превращается в приемный пункт доктора Чехова. При помощи нехитрых препаратов он изготавливает необходимые лекарства. Сюда же привозят однажды мужика, проткнутого вилами, и Чехов делает ему здесь операцию. Сюда же, конечно, приезжают многие гости с первых же месяцев, как только Чеховы перебрались в Мелехово. На Пасху 5 апреля 1992 года приезжают два в наше время известнейших человека. Это художник Исаак Ильич Левитан и король московских журналистов, репортеров Владимир Алексеевич Гелировский. Чехов отнюдь не вел праздный образ жизни, какой могли себе позволить многие помещики того времени. Чехов постоянно занимался совершенно разнообразными делами. Для нас, конечно, важна его литературная деятельность тех лет. В Мелеховске годы он написал 42 произведения. За 7 лет это довольно много. Если учесть к тому же, что это довольно крупные повести. Палата номер 6, рассказ неизвестного человека, 3 года моя жизнь, мужики. Это, конечно, две пьесы «Чайка» и «Дядя Ваня». И множество рассказов, которые, по сути, сделали Чехову имя в 90-е годы. Но помимо литературы он занимался медициной. Так получилось, что когда Чехов приехал в Мелехово, в московской губернии началась эпидемия холеры. И Чехов работал земским врачом. Помимо этого он вел активную общественную работу. Активно участвует в строительстве и организации новых школ. В Серпуховском уезде благодаря Чехову было построено 3 школы за эти 7 лет. В Талиже, в Новоселках и в самом селе Мелехово. Здесь же он участвует в качестве переписчиков. Очень неважно себя чувствуя зимой 1897 года, в качестве переписчика ходит по деревенским избам, участвуя в первой всеобщей переписи населения. Отец Чехова был очень религиозным человеком. Поэтому его комната чуть даже напоминала келью. Киосы, конами, скромные убранства. Павел Егорович любил засушивать разные лечебные травы. Также почти постоянно в доме жила сестра Антона Павловича, Мария Павловна. Чехов всегда считал сестру хозяйкой Мелехова. В одном из писем он говорит, «Мария Павловна у нас главная, без нее каша не варится. Я полагаюсь во всем на нее. Как она захочет, так пускай и будет». В Мелехово Чехов дал волю своему увлечению с удовольствием. Из различных писем и воспоминаний мы знаем, что он самостоятельно любил ухаживать за деревьями, цветами, работать в огороде. Жили Чеховы в этом доме до 1899 года, до переезда к теплому климату в Ялту. Дом был продан, впоследствии сами владения разобраны. К 60-му году прошлого века, к столетию со дня рождения Чехова, усадьбу восстановили и превратили в музей. Поэтому часть предметов подлинники, а часть лишь в целом близка и похожа на предметы, окружавшие Чеховых в то время. И казалось бы, вещи иногда это маленькие, миниатюрные, но очень дорогие сердцу, потому что они связаны и с литературой, и с прочими какими-то занятиями Чехова. Ну вот, например, сохранилась чернильница, которая принадлежала еще матери Чехова Евгении Яковлевне. И в Мелеховские годы, мы совершенно точно это знаем, Чехов ею пользовался, этой чернильницей. Как не вспомнить здесь его признание такое полушутливое, «Я по уши ушел в чернильницу», когда он работает здесь, над палатой номер 6. Восстановлена почти вся Чеховская библиотека. Это книги русских и зарубежных классиков. Читая пропасть, признается он именно в Мелеховские годы. В Мелеховские годы он продолжает читать книги по естественным наукам. И писательница, переводчица, правнучки актера Щепкина, Татьяна Львовна Щепкина и Куперник, он говорит, к ума, вам неплохо было бы почитать книги по психиатрии. Это очень много дает нашему брату-писателю. Целая стелла жанит книгами естественной научной проблематики. Кроме усадебного дома были построены и другие владения. В этом флигеле Антон Павлович Чехов любил уединяться для работы. Как раз здесь он написал «Чайку». Каждый, кто побывает здесь, может заметить, как узнаваема Мелеховская природа и духуютной усадьбы в строках чеховских произведений. Произведения Чехова незаурядны по своим сюжетам и по стилю изложения. Во многом Чехов считается новатором русской прозы. Рассказы Чехова короткие, но каждый раз, вчитываясь в них, можно за видимой простотой находить глубину смысла и сложность художественного построения. Краткость «Сестра таланта», считал сам писатель, это главные условия его прозы. Небольшие по объему рассказы оставляют впечатление художественного совершенства. Попытаемся разобраться, как Чехову это удавалось, чем манит его произведение и кто же такой чеховский герой. Исследователи творчества Чехова чаще всего разделяют его произведения на два направления – комические и драматические. Но и те, и другие в основном описывают современную жизнь. Природная наблюдательность, общительность, разнообразные впечатления, сопутствующие профессиональным занятиям медициной, сказались в творчестве Чехова изобилием тем сюжетов и персонажей. Сам Чехов говорил, «В голове у меня целая армия людей, просящихся наружу и ждущих команды. Из меня водевильные сюжеты прут, как нефть из бакинских недр». Уже в студенческие годы рассказы Чехова блистали на газетных страницах. Изображенные в них происшествия часто уморительно забавны. Порой авторский юмор улыбчив и безобиден, как в рассказах «Хирургия», «Толстый и тонкий», «Налим». Нередко он становился острым, больно жалящим таких персонажей, как, например, полицейский очумелов в рассказе «Хамелеон». Грубый с простыми людьми или бесящий перед власть имущими, этот герой вызывает у автора соответствующий сарказм и иронию. Так же, как и кляузник, не дающий шитья односельчанам в рассказе «Унтерплишебеев». В других случаях, напротив, авторский юмор становится печально сочувственным. Например, в рассказе «Ванька», в истории про мальчика, которого отправили на учение к сапожнику. Наивный ребенок отправляет домой письмо, на котором был написан нелепейший адрес на деревню дедушки. Яркая черта произведений Чехова – это реализм, стремление изобразить правду жизни. Чехов смело изображал нищету, грубость нравов, безжалостность к слабым и существовавшую в то время непроходимую пропасть между господами и крестьянами. Большинство юмористических рассказов Чехова производят смешанные впечатления. С одной стороны, над ними смеешься, с другой, если задуматься, они повествуют о грустном или даже страшноватом. Смерть в чиновниках и миллион, мертвое тело – яркие тому примеры. Здесь, за смешным, просматривается невеселый порядок вещей. Уже на раннем этапе писательства у Чехова складывается специфическая художественная манера – немногословность, отказ от морализирования, а также беспристрастность. Чехов писал брату, лучше всего избегать описывать душевное состояние героев. Нужно стараться, чтобы оно было понятно из действий героев. Поэтому, рассказывая о разных персонажах, видно, что автор часто старается говорить, думать и чувствовать в духе этих героев. Чехов в своих рассказах и повестях ставит много вопросов, но часто не дает ответа и даже подсказок. Он предоставляет простор для размышлений самим читателям. Ведь уже важно то, что вопросы нашего мировосприятия и отношения к жизни поставлены правильно. Может показаться, что рассказы Чехова пессимистичны, но это не так. В них всегда есть надежда. Пусть в мире много ужаса и дисгармонии, но в ней обязательно есть место правде, радости и красоте. Неисчерпаемость внутреннего мира Чехов обнаруживает даже в самых, казалось бы, заурядных людях. Например, героиня рассказа «Душечка» простодушна в своей привычке вторить мнением каждого своего нового избранника. Но в то же время «Душечка» способна и умилить своей привязанностью к чужому ребенку, за которого она была готова отдать жизнь. Нередко в повестях и пьесах Чехова мало действия. На самом деле это события другого характера, те, которые происходят в сознании, в душе героя. Зачастую у Чехова бытовые зарисовки сливаются с пейзажем. Все у писателя окрашено настроением воспринимающего персонажа. Герой не только воспринимает окружающий мир. Он еще задумывается над законами бытия, размышляет о связи времен и путях человечества. В результате у Чехова получается чрезвычайно насыщенная, емкая картина мира на достаточно малом пространстве текста. В целом, в большинстве драматических рассказов и пьес описывается духовная опустошенность интеллигенции конца XIX века. То, что волновало самого писателя. Автор пытается понять, почему бесплодно проходит жизнь умных и образованных людей. Почему люди теряют лучшие свои качества. Например, в «Учителе словесности». Почему безмятежное счастье Сергея Никитина с Машей Шелестовой сначала, кажется, озаряет весь окружающий мир, но со временем счастье сменяется тоскливо пошлым существованием. В рассказе Ионыч, мечтающий о любви доктор Старцев, постепенно входит во вкус накопительства, становится груб с больными, убивает время за карточной игрой. А в драме «На охоте» вообще, кажется, нет положительного героя. У каждого свой порог, который отравляет жизнь другому. Но часто Чехов не торопится выносить отметку своим персонажам, угадывая в них какие-то иные, пусть не всегда реализуемые возможности. Чеховские пьесы часто называют драмами настроения. В них, под покромом будничного времяпрепровождения, за внешне незначительными репликами, чувствуется некое подводное течение. Пьесы заставляют задуматься о драматичных поворотах истории и новых переменах, которые принес XX век. Драматургия Чехова открыла новую эпоху в истории мирового театра. С момента их создания до сих пор чеховские пьесы не сходят со сцен театров всего мира. Сегодня Чехов повсеместно признан как писатель, определивший развитие рассказа и драмы в мировой литературе XX века. Антон Павлович Чехов всегда стремился к просвещению, помогая развивать образование Российской империи. Сегодня наша образовательная система также нуждается в помощи профессионалов. Новый закон об образовании, предлагая новые пути развития, не говорит о том, как идти по этим путям, какая из дорог подходит для каждой конкретной школы. Издательство «Учитель» как раз помогает разобраться в этом вопросе. Конференция «Наша будущая школа модернизации образования» собрала специалистов из многих школ. Цель – обсудить важнейшие вопросы, связанные с обучением и воспитанием детей. Сегодня преподаватели просто не успевают перестраиваться и лавировать в море законов и методических разработок. На помощь вот уже 22 года приходит издательство «Учитель». Оно выпускает методическую литературу для педагогов, которая помогает в решении профессиональных задач. Много таких проблем, которые можно решить только с помощью объединения сил и осмысления того опыта, который накоплен. Но опыта не очень много, поэтому возникла идея использовать опыт тех передовых школ России, которые уже некоторое время, несколько лет работают в направлении модернизации образования, внедрения новых федерально-государственных образовательных стандартов. Но не все учителя могут приехать на встречу с коллегами. Для этого издательство создало учебно-методический портал. Здесь педагоги могут обсудить все волнующие их вопросы. Вы все сами знаете, сколько приходится вам учиться, перестраиваться. Наше издательство тоже постоянно перестраивается. И мы, в частности, создали новый портал, учебно-методический портал для учителей, учмед, который приглашаем всех, кто желает каким-то образом поучаствовать в обсуждении. Важно не просто систематизировать накопленный материал, но и осуществить поиск новых инновационных методик, которые позволят использовать новейшие образовательные инструменты в учебных заведениях всех типов. Те задачи, которые намечены в программе модернизации, они только в общем плане намечены. А каким образом их внедрять в учебно-воспитательный процесс, пока остается во многом неясно. Это, собственно, необходимо решать каждому из нас и нам вместе. И вторая, вытекающая из этого мысль, что модернизация образования требует объединения усилий с тем, чтобы как можно быстрее внедрить передовой опыт, чтобы можно было не совершать ошибок, чтобы можно было дать возможность и собственным достижениям жить не только в стенах определенного учебного заведения и воспользоваться опытом самым разным. Для любого человека все новое дается в основном нелегко. Для ребенка это еще непривычнее. Подготовка к школе – это важная пора, во время которой будущему школьнику необходимо бороться со стрессом, новыми трудностями, и родители порой не знают, что необходимо ребенку в этот сложный период. А вот сотрудники издательства в этом прекрасно разбираются, давая возможность педагогам и родителям быть готовыми к любым ситуациям. В честь дня рождения Антона Павловича Чехова среди профессиональных и начинающих актеров прошел международный конкурс чтецов. Этот конкурс проходит уже третий год и по достоинству оценен мастерами художественного слова. Молодые актеры и студенты старших курсов театральных вузов в течение двух дней представляли свои чтецкие работы по произведениям Чехова и Гончарова. Кстати говоря, в этом году отмечается 200-летие Ивана Александровича, к творчеству которого с большим уважением относился и сам Чехов. В результате конкурса было выбрано семь победителей. Для них представилась возможность почитать тексты классиков в родной усадьбы Чехова, в Мелехово, где они и получили заслуженные награды. Заснеженная усадьба Мелехова в день рождения Антона Павловича Чехова погрузилась поистине в творческую атмосферу, ведь собрались здесь искренние почитатели писателя и его таланта. Причем читать Чехова приготовились со всей ответственностью, то есть живо, не наигранно, а по-настоящему, как бы хотелось, наверное, и самому писателю. Этот конкурс, он настолько праздничный и добрый, и то, что Антон Павлович Чехов всегда нас ждет, каждого из нас в нашей стране, тот, кто любит русский язык, и кто хочет вернуть звучание слова, звучание всех букв в этом замечательном, прекрасном русском языке, и Антон Павлович этому очень способствует. Возродить интерес публики к авторскому слову, поддержать культуру художественного чтения великих писателей – это главные цели конкурса, ведь такое публичное исполнение литературных произведений – особый театральный жанр. Он всегда привлекает актеров и слушателей именно текстом, а в умении передать характерные образы, юмор или трагизм проявляется весь талант актера. Смотрим за тем, чтобы звучал прежде всего автор, его слово, его иронию, его грусть, его печаль и его доверительность. Только при доверии, при любви он раскрывает весь свой обыкновенный, загадочный, прекрасный мир, который так может много сказать именно в данное время, когда мы его читаем. Члены жюри видят в конкурсе важное современное звучание. Это связано с актуальными проблемами русского языка, который в последние десятилетия значительно пополнился различными звуками и словами, неблизкими к русской нации. Конкурс же, по их мнению, помогает сберечь цвет русской нации через язык. Было очень интересно, как современный молодой человек понимает классиков русской литературы, как человек, который в будущем будет актером или сейчас уже начинающий актер, что для него сейчас настоящее русское слово и как оно звучит сегодня со сцены. И, по-моему, оно замечательно прозвучало, мне кажется. На конкурсе выступило очень много молодых начинающих актеров. Примечательно, что практически все главные призы получили не москвичи, а люди из Тамбова, Екатеринбурга, Омска и других городов России. А также в числе лучших оказались и два призера из Казахстана. Ведь передать на русском языке интонации и смысловые ударения Чехова не так-то просто. Участие в конкурсе для всех актеров потребовало кропотливой и скрупулезной работы. Благодаря усердию и труду педагогов удавалось достигать результатов. Мы очень долго говорили о том, что включает каждая фраза, какой подтекст. Ведь Чехов — это глубина, это как айсберг. Сверху какое-то событие и самое все основное внизу. Не зря Чехов так любим актерами. Его произведения разнообразны по сложности чтения. Ранние произведения писателя считаются более легкими для прочтения. Для поздних произведений порой актерских навыков мало. Нужен глубокий жизненный опыт, чтобы полностью проникнуть в текст и присвоить его. По мнению участников конкурса, стиль письма Чехова прост, но неповторимо завораживает. Совмещение как драматизма, глубины и юмора в то же время. То есть человек, который не теряет никогда присутствие юмора и оставаясь при всем этом очень глубоким, очень мудрым писателем, который не учит, как жить. Он, в отличие, допустим, от Толстого, который немножко проповедник, а Чехов, вот он такая, как есть жизнь, такая она вот есть. Он ее показывает просто как жизнь. Как бы ни было трудно исполнять произведения Чехова, молодые актеры уверены, что учиться лучше на классике. Именно в ней богатство языка, культуры и вообще духовности человека. Евгений Леонов в письмах к своему сыну актера делает тот материал, та литература, на которой он учится, на которой играет. Играя классику, ну, конечно, поднимаешься на голову выше, нежели играть какие-то легкие водовильчики. На время усадьба словно попала в современное Чехово время. Как и в позапрошлом веке, здесь прозвучали монолог Нины Заречной из «Чайки», рассказы «Шампанское», «Шила в мешке», «Володя большой», «Володя маленький» и другие. Это говорит о том, что традиция русской театральной школы живет и развивается. Молодые люди ценят язык, пропускают через себя мысли великих произведений, и они готовы к новым открытиям. Еще в 90-е годы 19 века Чехов признался, что читать его будут 7-8 лет, а потом забудут. Но писатель ошибся. Творчество Чехова и личность Чехова продолжают интересовать не только специалистов. Во многом благодаря театру, который, наверное, уже увековечил память о таланте Чехова. И, безусловно, кинематограф не обошел стороной произведения Антона Павловича. Драматургия Антона Павловича Чехова тесно связана с историей Московского художественного театра. До этого пьесы ставились в Петербурге, но постановки не были приняты публикой. Чеховские драмы имели новые черты не только для литературы, но также и для театра. Как играть практически без действия, как передать настроение и мысли. Эти театральные задачи не вписывались в каноны старого русского театра. Лишь в МХТ пьесы зазвучали по-новому. В 1892 году с блеском сыграны Чайка и Дядя Ваня. А в 1901 году поставлены Три сестры, где в роли Вершинина был занят сам Константин Станиславский. Через три года Станиславский и Немирович Данченко поставили Вишневый сад. В роли Ироневской были заняты Ольга Гнеперчехова, в роли Гаева Константин Станиславский. Трофимову играл Василий Качалов и Пиходова Иван Москвин. Эта постановка пьесы действовала вплоть до 1958 года, пока режиссер Виктор Станицын не поставил новую пьесу по Вишневому саду. Первая экранизация Чехова появилась в 1911 году по рассказу «Роман с контрабасом». Эта восьмиминутная короткометражная немая кинокомедия снималась в московском отделении кинокомпании «Братья Патэ». В 1938 году, когда в моде мирового кинематографа были мюзиклы, вышла музыкальная трагикомедия «Медведь», а в следующем году «Человек в этляре», где заметную роль сыграла Фаина Раневская. В советское время театральные интерпретации произведений Чехова отличались разнообразием. Они шли почти на всех театральных сценах. В 1980-е и 1990-е годы в театре появились оригинальные трактовки режиссеров Иосифа Рейхельгауза, Марка Розовского и других. Экранизации в советское время также получали все большую популярность. По прыгуни, дама с собачкой, душечка. Фильмы выходили один за другим. Экранизировались и юмористические рассказы, и драматические повести. Все они близки к текстам произведений Чехова и выполнены в реалистической манере. На сегодняшний день Чехов считается лидером по числу экранизаций русской классики. Например, существует около 200 только западных киноверсий по произведению Чехова. В современной театральной жизни произведения Чехова не менее актуальны, чем раньше. Только разнообразие постановок значительно расширилось, от традиционных до совершенно неожиданных. Благо, сюжеты у Чехова оказались настолько вневременными, что режиссеры перестраивают сценарий, ломая рамки современного театра. К примеру, одна из последних необычных постановок Чехова – Донка, швейцарского режиссера Даниэля Финца Паска. Сейчас каждый может выбирать стиль театральной постановки и исполнение ролей по собственному вкусу. Примечательно, что искусство развивается, а сюжеты, созданные Чеховым, вот уже более века живы и продолжают интересовать современного зрителя. О Чехове многое написано, многое сказано. О чем еще можно говорить? Однако особенность произведений Антона Павловича состоит в том, что каждый их воспринимает по-своему, пропуская через свою душу. Поэтому разговор о Чехове помогает открывать новые грани его творчества. Особенно интересно беседовать с человеком, который побывал в тех местах, где творил великий писатель, даже в совсем отдаленных уголках России. Михаил Георгиевич Павловец – литератор-овед, преподаватель многих вузов страны, большой поклонник творчества с Чехова. Поэтому беседа за чашкой чая мне представлялась небезынтересной. Сегодня в гостях у нашей программы литератор-овед, преподаватель Михаил Георгиевич Павловец. Добрый день. Здравствуйте. В XIX веке было достаточно большое количество, по сравнению с другими эпохами, значимых и очень гениальных, не повесить это слово, писателей. На ваш взгляд, почему Лев Николаевич Толстой именно Чехова назвал Пушкина в прозе? Является ли это субъективным мнением или все-таки были там серьезные предпосылки? Ну, я вижу как минимум два там объяснения. Первое. Вообще, наверное, в русской литературе, особенно XIX века, можно увидеть две линии писательских. Одна линия условно гоголевско-толстовская, а другая пушкинско-чеховская. Гоголевско-толстовская – это писатель, который одновременно чувствует себя кем-то большим, нежели просто писатель. Писатель-пророк, писатель-учитель, который стремится не только задавать вопросы, но и отвечать на эти вопросы. Пушкин и Чехов – это писатели, которые, наверное, могли бы именно чеховскими словами определить свое кредо. Задача писателя – не отвечать на вопросы, а правильно их ставить. Очень многие произведения Пушкина заканчиваются вопросом. Ведь гений и злодейства – это вещи несовместные, не так ли? Так же и Чехов. Чехов – это писатель, который старается озадачить своего читателя, задать ему вопросы, заставить самому над ним подумать. Он никогда не навязывает свои точки зрения. И второе. И второе. Дело в том, что Чехов – удивительный мастер детали. Мы знаем, что этот знаменитый образ чеховский, когда он лунную ночь передает через отблеск бутылочного горлышка на плотине. Вот это умение увидеть мельчайшую деталь, увидеть какую-то вещь, и через эту вещь дать характер, дать настроение, найти единственно возможное слово. Очень часто того же Толстого обвиняли в некоторой небрежности. Говорят, что Толстой специально усложнял свой слог, ломал его, он боялся быть прозрачным, боялся быть точным и чистым. У него слог Толстого напоминает такую рыхлую почву. Чехов же – мастер точного слова, мастер детали, мастер ясного образа. Говоря об ответах на вопросы, прежде всего для себя, не только для читателя, нельзя не упомянуть поездку Антона Павловича на Сахалин. Вы, в частности, тоже там побывали. Как повлияли природы Сахалина, само это решение, как повлияли на творчество писателя, и изменилось ли бы оно, если бы решение было принято в пользу, скажем, Европы, как многие литераторы в то время делали, или в пользу Африки, как впоследствии сделал Кумилев? Это очень интересный вопрос. Дело в том, что Чехов в этом смысле близок многим из нас. Мы люди, которые живем в особом, почти коконе, культурном коконе. Нас окружают люди культурные, образованные, деликатные. Мы читаем хорошие книги, мы ходим в хорошие театры. И, в общем-то, есть ощущение, что параллельно идет какая-то другая жизнь, которую мы не знаем. Особенно это актуально было именно для конца XIX века, когда две разных страны, две разных культуры. С одной стороны, тонкая прослойка людей образованных, там, по-моему, 4% всего населения имели высшее образование, а с другой стороны, почти 80% неграмотного темного населения, большинство из которых с трудом сводят концы с концами, живет в невежестве, без медицинского обслуживания, не умея ни читать, ни писать, ни отстаивать свои права. И для Чехова вот этот вот неожиданный порыв, когда он оставил журналистскую деятельность, оставил вроде бы начинающуюся удачно складываться писательскую и журналистскую карьеру и бросился на другой край света за несколько часовых поясов, за тысячи километров в край почти еще не обжитый, край очень суровый, потому что действительно природа Сахалина, погода на Сахалине, она невероятно переменчива, она невероятно сурова, при том при внешней красоте, при внешней пышности, ты всегда должен быть готов к резкой смене, прошло 5 минут и было плюс 20, а стало минус 10, это так неожиданно. И там живут особые люди, ведь Сахалин населялся каторжниками, на Сахалине жили потомки этих каторжников, люди суровые, люди отчасти с изломанной судьбой, подчас такой пожитейски циничный, неверящий в то, во что привыкли верить люди интеллигентные или, по крайней мере, выросшие в хорошей семье, в хороших традициях. И для Чехова это было столкновение с жизнью, то, что философы называют с экзистенцией, с жизнью без прикрас, без каких-то защит, без защитных стекол, холодная, суровая, честная жизнь, где люди не живут, а выживают, где очень многое зависит от твоего умения принимать решения, взаимодействовать с людьми. Конечно, для Чехова это было то, что раньше называлось словом «подвиг» в духовном смысле. Ты совершаешь некий поступок, например, хожение, паломничество, и возвращаешься другим человеком, многое понявшим о жизни и, главное, понявшим в себе, что ты можешь сам сделать, на что ты способен. Поэтому, мне кажется, это ключевое событие в жизни Чехова, его поездка на Сахалин. Если говорить тогда о будущем, этот уход литературы буквально в массы, она стала доступнее, ее проще найти, дешевле купить, если говорить о книгах. Означает ли то, что в будущем не будет возможного появления писателей, крупномасштабных, которые переживут на долгие века свое творчество, творчество которых переживет их на долгие века, именно потому, что литература не то, что потеряет в качестве из-за массовости, но она, скажем, не позволит создать ту почву, на которой можно зарастить талант масштаба писателей прошлого. Ну, дело в том, что современная культура состоит не только из массовой культуры. Я еще раз напоминаю, это образ пирамиды, где есть литература для миллионов, есть литература для сотен тысяч, есть литература для тысяч, и есть писатели, которые пишут для группы людей, которые вполне могут уместиться в одной комнате. И, безусловно, и вчера, и сегодня есть писатели, которых можно сопоставлять по глубине их мысли, по выразительности их слова писательства, можно сопоставлять с писателями прошлого. И покуда люди пишут, покуда люди думают, пока вообще есть человек, такие писатели будут появляться и через 100, и через 200 лет. Я не верю в смерть литературы. Другое дело, литература будет другая. Мы же не требуем современному автомобилю походить на кареты 17-го или 18-го века, хотя иногда любим прокатиться и на карете. Так же и в литературе. А литература просто будет другая. Она будет другая, но она будет также волновать людей, заставлять их задуматься, заставлять их плакать и смеяться. Поэтому я не склонен смотреть пессимистично будущее литературы. Благодарю вас за интересную беседу, за то, что стали гостем нашей программы. Всего доброго. До свидания. 1 февраля 1774 года Иоганн Вольфганг Гёте, тогда начинающий адвокат в заштатном городке Витслар, начал работать над романом в письмах страдания юного вертора. Это произведение возымело такой успех, который более не выпадал на долю Гёте за всю его долгую и плодотворную творческую жизнь. Казалось, читающая публика всей Европы только и ждала появления этой написанной за месяц маленькой и во многом автобиографичной книги, вместившей в себя все тогдашние устремления и чаяния просвещенной части человечества. А о других событиях и людях в нашем литературном календаре. 2 февраля 1274 года состоялась первая встреча Данте и Беатриче, чей образ на протяжении всей жизни вдохновлял создателя божественной комедии. В этот же день, в 1812 году, появился на свет Евгений Павлович Гребенка, украинский писатель. Перевел на украинский язык стихотворение Пушкина «Полтава». 2 февраля родился Александр Николаевич Степанов, русский советский писатель, автор эпопеи «О Порт-Артуре». 4 февраля 1873 года родился Михаил Михайлович Пришвин, прозаик, которого называли выдающимся изобретателем животного царства. 5 февраля 1836 года родился русский литературный критик Николай Александрович Добролюбов, а в 1827 году появился на свет Константин Константинович Арсенев, русский писатель, общественный и земский деятель, адвокат. 6 февраля в 1821 году появился на свет Григорий Захарович Елисеев, русский журналист и публицист, работавший в таких журналах, как «Искра», «Современник» и «Отечественные записки». 7 февраля 1870 года родился Петр Бенгардович Струве, русский общественный и политический деятель, экономист, публицист, историк и философ. Ну вот, на сегодня все. И помните, надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически, как говорил Антон Павлович Чехов. И встречу с хорошей книгой, как и с нашей программой, откладывать не стоит. И ровно через неделю мы вновь расскажем о событиях и людях, новинках и классике. Место встречи – телеканал «Просвещение». Встретимся и полистаем. Место встречи – телеканал «Просвещение» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»